Итак, это естественно Ark Survival, мы с вами продолжаем выживание в сборке элементальной аномалии. Как сказал в прошлом выпуске, я хотел бы приручить каких-нибудь эльфачей. И тут у нас с вами прям двое сразу, то есть у нас альфа-воздух RX есть, у него 72 тысячи оглушения. И вот там вот альфа-баро, 18 тысяч оглушений, то есть в принципе его можно легко усыпить, приручить. Единственное, что нам нужно либо обычный корм, я вот на самом деле лучше бы его сделал сейчас, действительно бы. Потому что у нас с вами есть яйца, давайте быстренько вернёмся домой, скрафтим. Там ещё Брионикс, господи, дом вот здесь, вот хоккей. В первую очередь приручим его, поставим дома, потом Рекса. Рекса ещё усыпить понадобится, то есть это ещё он придётся помучиться, возможно. Я возьму как раз нашего воздушного Экваса, потому что Эквас-то у нас не будет его бить как раз с элементом. Он по идее нас конечно будет больно кусать, но мы можем улучшить седло, и у нас в принципе и так седло неплохое. Итак, в первую очередь нам с вами понадобится зильеварка, нам понадобится яйцо. Ага, здесь подлагивает, зараза. Здесь уже начинает немножко система проседать, ну в смысле, а компьютеру становится жестковато тут, потому что... Ах, слишком много существ, слишком много построек, это всегда нагружает систему. Давайте, у нас с вами 71 яйцо дудошки, вот, то есть в какой-то момент у нас прям очень мало было. Сейчас, как видите, всё в порядке. У меня тут постоянно рычит этот самый, как его, ктулху. Это даже не гидры, господи, может гидры, чёрт, я не знаю, может ктулху. Кто-то из них постоянно рычит, какая-то сволочь. И меня это безумно раздражает. Так, и знаете, что самое смешное, что я совершенно не помню, как киблы делаются, но у нас с вами есть подсказка. Что ему нужно было? Ему нужен был обычный. То есть нам нужно яйцо динозавра, кукуруза, картофель, волокно, бельное мясо. Ты смотри, ты смотри, она обычных овощей по тысячу собрала, она чё с ума сошла? Кукуруза, картошка, картошки мало. Чё ты картошку не собираешь, эй? Чё с картошкой не так? С картошкой всё замечательно, она просто фигово собирает. Туда нужно побольше таких хороших как раз удобрений положить. Слушайте, а мы же можем с вами сюда, то есть чё я бегаю, чё я парюсь, мы же можем сделать вот так вот? Да, хорошо, то есть мне сейчас просто нужно закинуть сюда что-то, что будет здесь гореть. Да, если не ошибаюсь, там именно обычный корм нужен был, потому что чё-то я сейчас, да, чё-то я сейчас засомневался. Мы можем с вами сделать вот такую, то есть нам никаких сложностей с этим тоже нету. В принципе, почему бы и нет? Чтобы наша зельеварочка не простаивала. Так, мы с вами, наверное, берём всё-таки грифончика, да, и летим туда на нём. Как там у тебя дела? Давайте прокачаем немножко здоровья. Всё остальное у тебя нормально, на самом деле. Я очень сильно надеюсь, что они сейчас не передрались тут. Что всё нормально. А видите, у меня там ещё альфа и экстернозавр, я тоже хотел приручить, то есть поисковиком искал. Тут пролетая, смотрю, тут вообще триндец. Какое-то безумие. Но мне очень нравится, что здесь столько альфачей, это как минимум интересно. Спокуха. Даже если он сейчас со мной сражаться будет, это не страшно. Потихоньку будем накидывать. Куда ж ты, Крэксу-то поплыл, придурочный? Там, смотрите. Альфа, сотый. Я очень сильно надеюсь, что он сейчас на берег побежит в ту сторону, это более-менее безопасно получается. Хотя. О, кастероиды с этого забил, молодец. Потому что с ним у нас были бы проблемы сейчас. Альфа-мейвинг. Приручается через засыпление. Чёрт, я тоже хочу приручить. Нет, там Рэкс, иди оттуда, чёрт побери, беги оттуда, текай. Текай, эти хлопцы. Сейчас, 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 Рэкса мы отсюда уберём, не страшно. Уходи, уходи, уходи. Да куда ты идёшь, ты дурачок? У нас не так много дротиков, но с собой, естественно. Сейчас мы подкрафтим, это не беда. Дротики обычные, это вообще не проблема. Всё, засыпай. Есть, хорошо. Обычный корм, одна штука. Ты пока живёшь, да? С тобой всё в порядке. Пам. Нормального садануло, да? Он там почти моментально отличился. Так, я надеюсь, что мы сейчас с вами очень быстро этого приручаем. Прям быстро, мухой, мы его приручаем с одного кибла. Есть, принять. И летим домой. Пассивка. Домой, домой, домой. Есть, хорошо. Фух, этого барона с вами спасли. Грифончик ко мне. О, блин, зараза, давай иди сюда. Зверюга. Давно хотел приручить. Естественно, мы для него должны будем собрать кровь пиявки. Ой, он гораздо лучше передвигается вообще. Он гораздо сильнее. Так вот, нам нужна для него кровь пиявки. Нам для него понадобится... Сейчас мясо положим. Рыбку. Естественно, биотоксин. И это всё нужно будет приручить. Стой, стой. Не нужно за мной следовать. Далее. У нас с вами там альфа-мейвинг. То есть тоже нужно приручать. У нас просто сегодня день эльфачей. Так. Что будем делать с дротиками? У нас, если не ошибаюсь, сейчас нужно подкрафтить. Потому что пули есть, дротиков нету. Не, мы на самом деле с вами заказывали в том выпуске как раз наркотики. У нас с вами их просто дофига теперь. Возвращаемся сюда, дротики. Делаем 56. Теперь пули. А, с большой буквы. Вот так вот. Делаем с вами 45. Всё, хорошо. Это всё готово. Теперь, чтобы нам сделать с вами вот такие дротики, которые у нас... А, это сейчас нужно сюда, дарт. Мне просто посмотреть, что нам не хватает. Кристаллы этого есть. Наркотики. Наркотики сейчас сделаем. Здесь тоже наркотики должны быть. О, нет, здесь не хватает наркотиков. Ладно, понял. На самом деле, как только у меня появляется проблема с Таркобери, я сейчас покажу, что я делаю. Ладно, возьмём Ронтозавра. Ронтошка, давай. У тебя всё нормально, да? Я тебе прокачаю сейчас ещё скорость передвижения. Чтоб ты ещё быстрее был. И мы с тобой летим в эту просто волшебную точку. И начинаем здесь фармить. Странная какая пташка, да? Я понимаю, что она альфа, но типа... От этого тепло, не холодно. Всё, забили её. Ого! Ты собрал с неё эссенцию и всё прочее? Вау! Вот это сейчас неожиданность. Рексик. Альфа-рекс. Обычный. Так, наркотики мне старело. Собака такая. Рекс, пошёл в задницу, отстань. Ну, мы сейчас его загасим. Мы сейчас, кстати, его не просто загасим, мы с него ещё и качнёмся. То есть, если сейчас мы с вами наносим 883, качаем Рону на ближнем бою. Чё, друг, сейчас ты огребёшь? Давай. Давай, пей его. Камон! Тысяча, хорошо. И собирай с него всё. Всё отлично. Даже миганевра альфа. Да ты что будешь делать-то с этими альфачами? Нас спаунили, сволочи. Мы этого Бронта не будем трогать. Он тоже воздушный альфа. Мы замучаемся с ним сражаться, а он нам потом не даст здесь нормально фармить. Ой. Я не хотел тебя трогать. Я случайно. Я пошёл отсюда за дницу нафиг. Всё. Бывай. Меня здесь нету. Шесть тысяч нам хватит. Вот это я понимаю, форманули ягодки. Давайте, закидываем. Я чё, не забрал? Забрал, забрал. Всё правильно? Съедобные наркотики. Ну, то есть сейчас мы где-то по тысяче будем заказывать, потому что больше нельзя. Можно было бы поставить мельницу и прочее, прочее. Ладно, друзья, уже поставил, поставил, поставил. Пускай крафтит. Фух. Ничего страшного. Как видите, я из-за того, что много чем другим занимаюсь, оно успевает скрафтить абсолютно всё. 56 это мало. Нам нужно ещё. Давай. Дротики. Сделаем ещё 90. Заберём отсюда половину сразу. Там пускай сколько сделает, столько сделает. Возвращаемся сюда. Съедобные наркотики. Нам с вами нужны вот такие вот. Зелёные кристаллы требуются, да? Сейчас сделаем. Это тоже не беда. Тем более, вообще-то, зелёные кристаллы у меня есть. Они вот здесь вот. Мне их даже делать не нужно, потому что я их уже крафтил. И вот этого добра у меня дофига. А, я теперь двигаться не могу. В общем, как я понял, ну, на самом деле, нету сейчас резона от максимальных дротиков, потому что, собственно говоря, они слишком-слишком дорогие. И ты пока их сделаешь, блин, я не знаю, с ума сойдёшь. Слишком много всяких разных ресурсов на это требуется. Так, подбираем это добро. Спокуха. Подбираем это добро и закидываем всё сюда. Плюс мы с вами, естественно, протестируем то, что я хотел сейчас достануть, а именно попытаться на Экусе его забороть. То есть, это, конечно, довольно-таки дорогое удовольствие, потому что нам нужно сейчас будет улучшить седло у Экуса. Что мы тебе прокачаем, дружище? Мы тебя прокачаем, наверное, в первую очередь здоровье. Даже здоровья у тебя маловато. Ух! Безумие. Просто безумие, чёрт побери. У меня небольшой перегруз, но это на самом деле не перегруз, это так заглюк. Давай сюда своё седло, пойдём его сейчас улучшать. Вроде всё, вот этого должно хватить. Пытаемся. Камень. А, камень нужен. Да камень есть, я тебе принесу. Чёрт, фейл. 249 брони. Так, давай. 360 брони. Как думаете, это же его хватит? Да этого хватит. Хорош, ресурсы тратить. Всё. Так, мне добавлена альфа-эссенция. Кого-то здесь рядышком загасили, рядом со мной. Ну что, друг мой? Ты вроде сейчас должен быть такой более-менее непробиваемый. Да, у нас реально нету урода нападения. Горнотавр какой. Альфа тоже модифицированный. Мэйвинг. 140-й подраненный слегонца. Сейчас, Мэйвинг, подожди, мы к тебе ещё вернёмся. Ну вон он, 72 тысячи оглушений. Я как бы подозреваю, что это дурацкая затея, потому что, скорее всего, мы будем очень мало оглушений наносить. Но главное держать удар. То есть, мне кажется, это самый лучший вариант. Один из самых лучших вариантов. Диадон природы, я не помню. Он против нас силён, да? Нет? Да нет, не силён против нас, нифига. Ну так, конечно, природа нас сшибает. У меня есть хилки, то есть всё хорошо. Всё будет нормально. Всё будет нормально, Рексик. Ой, Рекс уже задал кто-то. Но такое ощущение, что ему диадон-то и задал. Давай, поешь. Жри всех. Жри всех, друг мой. Чёртов диадон, а? Пшёл вон, зараза. Сейчас, стоп, у меня есть идея. О, идея не сработала. О, вот так вот. Ах ты, дрянь такая природная, ты забил моего Рекса. Чёрт. Воу, я забыл, что Алазавр пробивает этого самого. Седока. И я до сих пор не поставил постели. Ааа. Просто ору. Просто ору с себя. Жесть, ладно, ничего страшного, добежим. Блин, ну как же так-то, а? Превент хибернэйшн. Если бы оттуда бы я сейчас телепортнулся и превент хибернэйшн не был бы включён на серваке, то там бы все замерли, потому что там бы выгрузилась та область из памяти и ничего бы не происходило. Из-за того, что включил превент хибернэйшн, соответственно, они продолжают там жить своей жизнью. Ну, по большому счёту, если ты их прогрузил, скажем так, да, то сервак продолжает их просчитывать, их поведение, соответственно. И, в общем, произошло то, что произошло. Когда мы с вами вернулись, Рекс уже был почти убит. Ладно, понятно. Возникает проблема, что, скорее всего, мы с вами потеряли Экваса. Но, да ладно, бог с ним. А чё ты не крафтишься? Давай. Он чё, по одному только крафтится? Нельзя в очередь поставить? Нет. А, скрафтилось три. Просто у меня тут ещё есть яйца, у меня ещё мясо есть. То есть ты даже можешь сделать два. Я тебя понял. Ладно, заберём три, он пускай ещё два крафтит. Нам нужно просто возвращаться. Телепорта сейчас, получается, туда нету. То есть единственный вариант это на мейвинге долететь. Благо, это недалеко. И хилки в тебе есть. Экалозавр странно меня убил, честно говоря. Чё-то как-то вот... Я его с терезинозавром перепутал. Вот терезинозавры точно седока пробивают. А лозавры? Разве пробивают седока? Чё-то я такого не помню. Может быть, если это на маленьком существе? Потому что чё-то как-то... Давненько меня так никто не убивал. Прям серьёзно, очень давно. Едем, смотрим. Это было здесь. Ну, вот он он. Ну. Он обычный. Ну, в смысле, обычный, элементальный, огненный. То есть, возможно, он, знаете, что сделал? Вынес с удара Экваса и дальше добил меня, что ли? Так получается? Есть, нашёл. Ты чё, нападёшь на меня, да? Ну, давай. Ладно, забьём, забьём. Всё хорошо будет. Вроде никого хищного нету. Забираем всё это добро. Досадно. Минус Эквас. Ладно, приручим нового. Это просто так, знаете, блажь была. Мы могли его приручить при помощи кибла. Именно это я и сделал. Но. Вот тут вот как раз мейвинг. Который, по идее, должен быть быстрее, чем наш мейвинг. Ну, хотя бы, я не знаю, статистики должны быть получше. Потому что у нашего 2900 здоровья, понимаете? Насколько большая разница? У этого сейчас 10 тысяч. 10900. Серчики вон, альфа. И наша задача сейчас попытаться максимально быстро вкинуть ему оглушение. Пассивка. Надеюсь, всё получится. У меня винтовочку, которая подольше бы держала его. Давай, плыви ко мне сюда. Там чё это такое? Это пиранья, что ли? Нет, соблезубый лосось. Это ерунда. Держи. Я не знаю, есть ли у него попадание в голову. Но это всего-навсего, как понимаете, там 10 выстрелов. Я так смотрю, что можно вообще стрелять без остановки. То есть у него очень хорошо набирается оглушение. Соответственно, даже вот если я сейчас буду ждать, то зелёная аура вот очень быстро спадёт. Видите, да? То есть просто стреляем без остановки. 20 секунд. Просто, сами понимаете, он сразу начнёт улетать, если мы дадим ему развязаться, так скажем. С другой стороны, мне будет удобнее его сейчас приручить, потому что, ну, типа он сразу будет без сетки. Давай, всё. Всё, отлично, мои волосы пили, отлично. Ещё 5 секунд на сетке. Там никто ко мне не подбирается со спины. Как всегда. Ну-ка, друг мой. Подбирается, как же не подбирается. Да шо б тебе пусто было? Дрянь, дрянь, дрянь. Откуда вы взялись? Откуда, откуда вас не было? Не было, не было вас. Я не знаю, чё там с эффективностью. Ааа, досадно. Надеюсь, что они вас не ударили. Или, так скажем, не очень много раз. Ну что, друг мой, я у тебя это всё забираю. Ты пока что летишь домой. Ты огненный. Это очень хорошо, конечно, это годно. Но я к тебе потом ещё вернусь, сделаю тебе новое седло. Лети. Наш новый альфа. Вейвинг. Это я у тебя заберу. Это тебе не нужно, дружище. Держи вот это добро. Это мы тоже забираем. И выдадим тебе обычного миска. Если у меня есть, у меня вроде было. Вот. Ну вот, понимаете, да? Когда изначально у существа много здоровья, оно и прокачивается совершенно по-другому. Естественно, та же самая история со всем. То есть, и с уроном, и с, естественно, скоростью продвижения каменной. Давай. Я не помню, если не ошибаюсь. У нас никаких бонусов нет против дружки. Он получил 33 уровня. Я просто в это не верю. Хорошо, 20 тысяч здоровья. Я сейчас это качаю, просто тупо тестануть. Вот это я понимаю, зверюга. То есть, у него 3000 на 7 вес. Смотрите. 20 тысяч здоровья получается. Погнали сейчас поищем кого-нибудь. Скорость передвижения точно такая же, как и у тех. То есть, на скорость это, естественно, не повлияло. Но вот я теперь хочу найти какого-нибудь альфа нового Рекса, естественно. SCP. SCP, плоть которую ненавидит. Фишка в том, что она заражает все вокруг себя. И я не знаю, что сейчас с нами будет. Но я хочу попытаться. Мы же будем бить ее элементом. Ладно, посмотрим. Может быть, я смогу забить ее. Тут просто дичь какая-то творится. У него там регенерация, конечно, все дела. Но это мне поможет. Я хочу посмотреть, что с него вообще выпадает. Так он еще и альфа. На него альфа применилась. Ты посмотри. Воу, мы с него получаем плоть, которую ненавидит. Flash that hates. Вот это интересно, что с ней сделать. Могу ли я при помощи нее кого-то заразить или еще что-то сделать такое? Глазавр альфа. Природный. А еще можно было бы приручить, но да ладно. Просто добиваем его. Там еще, видите, аргент вовсю с ним сражается. 150-й. Альфа. Природный. Воу, 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 воу. Я хочу этого гада приручить. Стой. Не бей нас. Не бей нас, аргент. Ты получишь... А, нет, он ничего не получает. Он против нас, кстати, усиления имеет, если не ошибаюсь. У нас с вами шутка и замедление за него. Все, ладно, хорошо вырвались. Ну-ка. У него же сетка сработает. Это должна сработать. Там спина, что ли, сзади была? Я что-то не обратил внимания. 29 тысяч оглушений. Держи. Сегодня у нас такой день, приручаем всех. Увидел, приручил. Ну так. Все в этой жизни, конечно, относительно. Я имею в виду в основном альфачей. Я, естественно, хочу еще какого-нибудь найти этого самого Рекса. Но тут как пойдет. Я, в принципе, этими как раз находками удовлетворюсь. Вполне. Еще мы с вами завалили плоть, которую ненавидят. Получили с ней огромное количество плоти. Интересно, что с ней нужно делать. Короче, если мы хотим его приманить, нам нужно для него организовать какой-нибудь трупик здесь. А, смотрите, что здесь написано. Это кусок плоти от SCP-610. Похоже, что оно все еще живое. И если у тебя будет достаточное количество этой плоти, возможно, ты сможешь его возродить. Посмотрим. То есть возродить приручаемую версию. О! Какой ты предсказуемый, а? Отдыхай. Ну-ка, еще один выстрел. Все. Я надеюсь, да, у него довольно-таки большое количество голода просело. Мы можем, конечно, и кибл можно было бы использовать, но мы, в принципе, обойдемся обычной первосорткой. Штучек 20 тебе хватит? Да, хватит. Куда же ты денешься? Я думаю, что в следующем выпуске займемся плотью. Сегодня мне не очень хочется ее создавать. Потому что, как я сказал, сегодня у меня вполне конкретная цель приручить как можно больше альфачей. Альфа-спинозавр воды. Хм, 145. Красота. Он у нас сейчас, смотрите, какого расцвета. Вау! Я хочу себе такого. Он по-любому будет лучше, чем этот самый, чем Рекс. Ну, просто по-любому. Давай, ты отправляешься домой. Единственный вариант, мне кажется, это через Грифона. Все, последние выстрелы. Он тут вокруг меня плавает. Я спокойно накидываю. Просто дротик за дротиком. Тут, конечно, хищников хватает. Но я надеюсь, что мы сможем его спокойненько усыпить. Сейчас вот где-нибудь. Вот здесь вот. Засыпай, дружище. Есть, отлично. Так. Стоять. Я просто смотрю, чтобы никого не было рядом. Моя задача сейчас максимально быстро до него долететь. Давай. Просто закидываем вот так вот и отплываем, чтобы если грызли, грызли только меня. Еще спина. Но это обычный. Все, приручение идет. 99.80 эффективность. Все, отлично. Протюнь. Летим домой. Просто летим домой. Седло мы стынем сейчас с вами отсюда пока что. Тебе нужен трекер по-любому. Держи седло. Трекеры я делал вроде. Да вроде делал, а куда делал, не знаю. Это что такое? SCP. Модуль. Serpent Wyrm. Это в этой змеи, которую мы с вами завалили. Это ее модуль. Как странно. Давай-ка три. Кстати, никто не знает, откуда взялась эта. Я не помню, честно говоря. Может быть, там есть какая-то информация, откуда взялся этот SCP. Вплоть к которой ненавидит. Он там в Сибири. То есть появился, ну, естественно, в России, безусловно. По лору. Но, блин, откуда он и что там с ним? Вот это я, честно говоря, не помню. Может быть, есть какие-то дополнительные видео на эту тематику. Просто я их не видел. Я видел только основное видео как раз про плоть, которую ненавидит. Нужно вообще поискать. Скорее всего, есть что-то интересное. Так, Аргент, я у тебя нету. У тебя тоже нету. Ху-ху. Да у тебя по-любому есть, да? Ты лед. Ты природа. Вот. Тебе это седлышко не понадобится. Потому что у нас теперь новая природа. Ты смотри, с какой скоростью он летит. Офигеть. Это все-таки влияет и влияет прям очень серьезно. Ну-ка, 397. 1600% урона сходу. До свидания, пара Цирчик. Так, еще 7 уровней. Но, естественно, немножко здоровья. Выносливость отличная. Носимый вес отличный. Качаем урон в основном. То есть на нем можно будет как раз сражаться. И возить, перевозить, все что угодно. И сражаться. То есть все делать. Он прям универсальный. Кстати, в этом цветочке можно включить крафт. Соответственно, он будет, я так понимаю, производить потихонечку мед. Вот такой вот. Не веганский мед, кстати. Но он веган. Забавно. Почему интересно это как раз упоминание. И у нас защита от иммунитета. От всяких маленьких, слабых заболеваний. Бару мы с вами протестируем отдельно. Как только у нас с вами кровь в пиявке появится. Я все хочу себе, естественно, организовать здесь рыбалку. Вот где-нибудь вот там вот снизу. И нужно убрать этот загон. Он мне мешает. Ну, не то, что мешает. Не, он раздражает. Он портит весь внешний вид. В общем, сегодня мы с вами приручили вот этих четырех корсавцев. То есть это у нас с вами первая часть будет, наверное, да. Все-таки первая часть выпуска. Посвященному все альфа. Потому что модификация прикольная. Как раз всех делает альфачами. И вот если ты хотел, чтобы у тебя все были альфа. То есть все существа приручены. Эта модификация, естественно, позволяет тебе это сделать. Но, блин. Нужно быть повнимательнее в следующий раз. Но все-таки я хочу в первую очередь достануть этого красавца. Альфа-трецератоп. Слам-дог, кстати, еще один. Я тебе, естественно, закидываю хилки. Кто там такой? Кто там такой отважный? Кто там такой отважный, а? Нам нужно забрать сейчас яйца. Там согнаты. Урон просто запредельный. Это же бронтозавр яйцо, да? Угу. Иди сюда. Иди сюда, разбираться будем. Чье это яйцо теперь? Я пока что в тебя все яйца переложу, чтобы нам... А, они же очень сейчас мало весят. Все правильно. Давай-давай-давай-давай. Тоже альфач, но, как понимаете, не модифицирован. Так что мы его спокойно сносим. Какой кайф. Просто какой кайф. Ты где, эй? Газбакс. Я не знаю, чем... Как тебя сейчас приручить, точнее. У меня элементал, можно альфа-газбакс. А, приручается усыплением. Не, усыплять тебя не хочу, это долго. Там что-то под водой. SCP-2662. А, ктулху. Ща, подожди, ктулху. Здоровье. Урон ближнем бою. Ай, неплохо. Ай, неплохо. 5000%. Кто меня там пытается бить? Ты серьезно? Отдыхай. Куда делся ктулху? Он 55-го уровня, даже слабее, чем наш. Нам его просто вынести должны. Я хочу посмотреть, что с него. Щупальца Тусатейтиса. Первосортка. Ну и так, в принципе, ничего особенного. Пару уровней дополнительно, да? Но Спинозавр получился мега злой. Он просто крошит. Он всех просто крошит. Даже не нужно качать там скорость передвижения, потому что он быстрый. Он реально очень быстрый. И с ним никто ничего не может сделать. Я бы не хотел, честно говоря, с тобой Альфа Ихтерни... Во, вот так вот, отлично. Не хотел бы я с ней сражаться, чтобы она меня что-то украла. Ну-ка. Альфа Текстегозавр. Которого, кстати, можно приручить. Прикольно. Но нет, нам с тобой нужна сейчас исключительная электроника. Ну, там, и так, по мелочи. Давай еще немножко здоровья. То есть мы его вот таким вот образом почти полностью прокачали. Вот это получается его урон, который вот, типа, зафинальный, так скажем. Но, естественно, нам нужно сражаться. То есть 3500 это по обычным существам, да? Вот шелкопряд. Да, 3500 это по обычным. Если мы сейчас с вами найдем кого-то огненного, я надеюсь, что мы это сможем сделать. Правда, маловероятно. Альфа-альфа-тираннозавр. 300 тысяч здоровья. Ну, давай. Я просто хочу вынести альфа-альфа-тираннозавра. Кровотечение. Его на самом деле убивает кровотечение. Даже не я. Можно сказать, что я ему ничего особо-то и не делаю. Ну, нет. Наношу, конечно, неплохой урон по 3500. Но вот так вот в основном его прошибает кровотечение сейчас. А вот мне лично никакого хила не нужно. Как назло прибежало огромное количество других существ. Там какой-то эсипи нападает на диплодока. Это мы с вами потом будем разбираться. Я его уже не первый раз вижу. Господи, как же это все фигово видно. На нем еще эффект от воды, естественно. Все? Нет, не все. 3000. Забей! Вроде забил, да? 22 уровня. Шикарно. Давай, 40 тысяч здоровья. Качаем урон в ближнем бою. Я сейчас не очень понял, кто меня ударил током. Вот это недоразумение какое-то, да? Но кто-то током меня ударил. Может быть, это... Смесь элементов произошла, как вариант. Хантед за ним охотится. Я правильный диплодока. Но вообще его распивают. SCP-4975. Приручается путем усыпления. Да, он очень неприятное кровотечение накидывает. Но он сейчас умер из-за того, что он умер как раз от элемента. Это досадно. Но зато таким образом у нас все равно с вами появился просто шикарнейший спинозавр. Очень, очень серьезное кровотечение. Здесь написано, что вы теряете 50% вашего здоровья. То есть, соответственно, кровотечение закончится, когда спина потеряет 50%. А так оно будет длиться 6000 секунд. То есть, если я его отлечиваю, я таким образом делаю только хуже. Но я надеюсь, что после перезахода в игру эта штука пройдет, потому что прямо сейчас это выглядит довольно-таки убого. На самом деле, таким образом можно с боссами сражаться с какими-то. То есть, один раз ударил и просто там, не знаю, уйти чайку попить, подождать пока... Пока у него здоровье просядет до 50%. Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Приручили четверых отличных альфачей. Баро будем тестировать немножко попозднее. Аргентайвиса посмотрели, спинозавра посмотрели. И мейвинга, естественно, протестировали и прокачали. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok